Черные дыры О данном явлении уже выложено множество роликов, но есть нюансы, которые вам не рассказывают. Немного приоткрою вам эту завесу, а пока смотрите, подписывайтесь и не забудьте нажимать колокольчик. Также пишите темы, которые вам интересны в комментариях под этим видео. Согласно расчетам астрономов, в нашей галактике Млечный Путь находится не менее триллиона черных дыр. Представляете, триллион! Сопоставим все, что нам горит современная наука на эту тему. Возьмем официальное определение. Черная дыра – это область пространства времени, гравитационное притяжение которой настолько велико, что покинуть ее не могут даже кванты самого света. Как говорится, что туда попало, то уже пропало. Но если опираться на факты от наших ученых и просто представить себе триллион черных дыр и зная, что они имеют реальные размеры, то можно просто прийти в ужас. Нас уже давно за такое количество времени должна была одна из черных дыр поглотить. Но мы еще все-таки на месте и это хорошо. Немного общей информации. Проблема в том, что современная наука до сих пор не понимает, что такое время, пространство и гравитация. Вы скажете, но мы же каждый день пользуемся часами, перемещаемся в пространстве и на нас действует гравитация. Использовать и знать как все устроено – это совершенно разные понятия. Последним ученым, который пытался разработать теорию времени, был Николай Александрович Козырев. Нашумевшие эксперименты которого до сих пор не могут объяснить современные ученые. Я уже не говорю о том, чтобы разобраться в устройстве времени и его управлении. Второе – это пространство. С ним все очень печально. Само понятие пространство – это философское понятие, которое используется в различных знаниях. Считаю не совсем верно описывать физический и материальный мир философским понятием пространства, которое имеет десятки различных трактовок. Третье. Классическая теория гравитации основана на общей теории относительности и множестве уточняющих ее гипотез и теорий различной степени разработанности и частенько противоречащих между собой. Логично можно сделать вывод, что о гравитации современная наука знает очень мало и находится в том положении, что пытаются угадать, как она устроена. Все вышесказанное проделано людьми в поисках ответа на вопрос, который их интересовал. Я не буду осуждать или отрицать их работы. Просто возьмем эти знания и посмотрим на них с другой стороны. Кванты света не могут покинуть черную дыру. Черных дыр очень много и они имеют очень разные размеры. Они в постоянном процессе поглощения. Черная дыра может появиться где угодно и какого угодно размера. Запоминаем эту информацию. Она может поглотить все, что угодно на ее пути. Вопрос, что она поглощает? Как определяется место, где она должна появиться? Ничего в этом мире не происходит просто так. Вы сами знаете, что если есть объект или предмет, то он для чего-то нужен. Ведь вы сами не раз задумывались над предназначением живых существ. К примеру, муха. Зачем она нужна, чтобы летать, переносить заразу и все? Она на самом деле приносит много пользы, а кажется, что она вредитель. Так вот, к чему я это все говорю? Задумайтесь на минутку. Здесь дальше два логических вывода. Первый. Черные дыры появляются сами собой, когда сложились благоприятные условия. Второй. Черные дыры – устройство более совершенного разума, который очень тонко настраивает взаимодействие в космосе и создал их для очистки космоса от космического мусора. Именно второй вариант я считаю верным. Если вам интересна тема космоса, приглашаю вас на онлайн-обучение в университете. Ссылка на курс в описании к этому видео. На кафедре «Основ мироздания» вы подробно можете изучить истории создания нашей Солнечной системы, а также узнаете ответы на возникший вопрос. До скорой встречи! Продолжение следует...